МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире деловые новости. В студии работает Владимир Беляков. Стоимость нефти марки Бренд превысила 65 долларов за баррель, передает Тенгриньюз Киезет. Согласно данным торгов по состоянию на 9 утра по времени Астаны, стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Бренд росла на 2,7%, до 65,17 доллара за баррель. Последний раз Бренд поднималась в цене выше 65 долларов 24 июня 2015 года. Некоторое давление на цены на нефть продолжают оказывать данные о росте буровых установок в США. Но вместе с тем на рынке растет спрос, в частности, со стороны Китая. ТАСС сообщает. Всемирный саммит по проблемам изменения климата открывается сегодня во французской столице. Инициатором этой встречи, участники которой должны подвести итоги выполнения Парижского соглашения 2015 года и наметить перспективы развития, стал президент Франции Эммануэль Макрон. С предложением о проведении новой всемирной сверки часов в области климата он выступил после того, как президент США Дональд Трамп в начале лета заявил о выходе из парижских договоренностей. На форуме, как говорят в кулуарах, будет сделан ряд важных объявлений. ТАСС сообщает. Конфронтация России и стран-членов НАТО станет одной из важнейших проблем, с которыми придется иметь дело Соединенным Штатам в следующем году. Такое утверждение содержится в докладе «Приоритеты в предотвращении конфликтов в 2018 году» подготовленном Советом по международным делам. В докладе, который он готовит ежегодно на протяжении уже 10 лет, перечислены 8 наиболее серьезных угроз в мире, с которыми придется столкнуться США в наступающем году. Среди других крупных вызовов для Вашингтона в документе названы конфликт с КНДР, конфронтация между Ираном и США или их союзниками, кибератака на важные объекты американской инфраструктуры, конфликт в Южно-Китайском море с участием КНР и государств Юго-Восточной Азии, теракт на территории США или страны-союзницы с большим числом жертв, вспышки насилия в Сирии или Афганистане. Казахстан в 2017 году стал одним из самых популярных направлений для российских туристов, передает Казинформ со ссылкой на агентство Турстат. Согласно данным агентства, за 9 месяцев 2017 года Казахстан с 2,3 миллиона поездок из России вошел в топ-5 стран по выездному туризму из России после Турции, Абхазии и Финляндии. Для сравнения, в Турцию из России в период с января по сентябрь включительно было осуществлено 3,9 миллиона поездок, в Абхазию 3,5 миллиона, в Финляндию 2,5 миллиона поездок. Общее число выездных туристических поездок из России выросло почти на треть, до 31 миллиона за 9 месяцев прошлого года. Власти Саудовской Аравии заявили, что снимают 35-летний запрет на работу кинотеатров. Первые кинозалы откроются в марте будущего года, сообщает русская служба BBC. Кинотеатры попали под запрет в стране в начале 80-х под давлением исламских фундаменталистов. В понедельник кронпринц Мухаммед бин Салман представил план социальных и экономических реформ в рамках концепции «Видение 2030», согласно которому власть ослабляет давление на многие сферы жизни. Нынешние реформы продиктованы главным образом экономическими причинами. Из-за низких цен на нефть страна ищет иные источники финансирования. Один из них – индустрия развлечений. К 2030 году в Саудовской Аравии собираются открыть более 300 кинотеатров. В заявлении правительства сказано, что они ожидают получить от кинотеатров 24 миллиона долларов поступлений в экономику, плюс создание 30 тысяч рабочих мест. Это были деловые новости. На этом все. Всего вам доброго и до свидания. Генеральный партнер программы «Деловые новости» – ТО «Торговый дром» Нуртас. ТО «Торговый дром»